Уже на протяжении нескольких месяцев мы ездим по разным уголкам Великоустевского района, для того, чтобы показать и рассказать вам, как живут люди вдали от городской суеты. С вами Алена Белозерцева и программа «Сельские будни». Здравствуйте! Всего на территории поселения Усть-Алексеево проживает около полутора тысяч человек, а в его состав входит более 45 населенных пунктов. За всем этим с ловкостью следит глава поселения Владимир Хромцов. Сам он родился в поселке Новатор Великоустевского района. В 1983 году переехал в Усть-Алексеево и начал свою трудовую деятельность в школе, в которой проработал 28 лет учителем физкультуры. В 2009 году баллотировался на должность главы поселения, которую занимает и по сей день. За годы своей работы был неоднократно удостоен наград различного уровня. Вы знаете, наша работа заключается не в том, чтобы получить какую-то благодарность за свою работу. Наша работа заключается в том, чтобы выполнять свою работу на таком уровне, чтобы люди, приходя ко мне на прием, хотя бы сказали слово спасибо за какую-то работу, которая сделана на территории. А то, что мы получаем благодарности, какие-то грамоты разного уровня, это заслуга больше людей, которые проживают на этой территории. Нашими общими усилиями мы эти работы выполняем и получаем за свою работу эти благодарности и грамоты. Владимир Борисович старается создать для всех жителей комфортные условия. Для этого принимает активное участие во многих программах по благоустройству своего поселка. Например, в рамках программы губернатора Светлой улицы Вологодщины в этом году планируется заменить 12 светильников. Также будут выполнены работы по ремонту уличного освещения. Как я уже говорил, это у нас 4 проекта в этом году. Предусматривают два проекта по Дому культуры, приобретение аппаратуры и приобретение снотических костюмов. Один проект – изготовление тротуара пешеходной дорожки. В центре села Усть-Алексеев, которым пользуется очень много населения, которые проживают на ближайших улицах. И четвертый проект – это приобретение спортивного инвентаря. 20 комплектов пар ботинок, лыж, креплений для занятий физико-культурным спортом на территории сельского поселения Усть-Алексеевска. Два проекта коснулись и Дома культуры. Сегодня учреждение развивается, обновляется его техническая база. Елена Бычихина уже больше пяти лет стоит во главе учреждения. Свой трудовой путь начала в детском саду. В должности музыкального руководителя Елена Евгеньевна проработала 18 лет и за эти годы поняла, что ее призвание – это творчество. На базе Дома культуры организована работа различных коллективов и объединений. У нас вокальные коллективы работают, детский танцевальный сама руковожу детьми. Начиная с детского сада уже там все это было у меня, поэтому здесь я тоже с детьми работаю. Все коллективы принимают активное участие в конкурсах различного уровня и занимают призовые места. Один из таких коллективов – это русская песня. В этом году по программе губернатора «Сельский дом культуры» было выделено 2 миллиона 600 тысяч рублей на проведение ремонтных работ в Доме культуры. Что будет сделано – это заменена крыша, сделан ремонт фасада, отремонтированы центральные все крыльца, которые есть на территории. Внутри здания – это замена полов, потолка, ремонт сцены. Вот этот объем работ будет выполнен в течение летнего периода. И второй проект – это местный дом культуры. Сумма проекта – 774 тысячи. Приобретение аппаратуры, звуковой, звукозаписывающей для Дома культуры. На территории поселения есть и своя пожарная часть, в которой имеется два автомобиля и 10 человек личного состава. 1 июня она отметила 23 года со своего основания. Из 10 человек 6 работают с самого первого дня. Она обслуживает три поселения – Теплогорская, Верхневашская и Усть-Алексеевская. Ей здесь и свое медучреждение, в котором трудится 25 человек. Но специалистов по-прежнему не хватает. Ирина Валентиновна выполняет функции всех врачей. Благо, ее специальность ей в этом помогает. Она – врач общей практики. Слуги врача общей практики, они очень разнообразные и широкие. Сюда включают понятие неврология, хирургия, такая небольшая, мелкая офтальмология, дерматология. В общем, все специальности, которые есть, врач общей практики должен и умеет разбираться, заметить, увидеть, оказать первичную помощь в своих условиях, какие возможно у нас, какие условия позволяют. И направить соответствующему специалисту, узкому специалисту. Ну а то, что мы здесь можем выполнять, это вот офтальмологический осмотр подбор очков, обнаружение глаукомы, катаракты. Отролинкологический осмотр можем делать, убирать инородные тела, зашивать раны, снимать швы, вскрывать мелкие абсцессы. Раньше мы здесь справляли конечности, плечи, когда у нас был один-гид-кабинет. В устье Алексеева живут очень разные люди, которые кроме работы находят время и на оформление своего приусадебного участка. Как рассказывает Тамара Алексеевна, все началось еще с детства. Она всегда мечтала о колодце, а муж о мельнице. И теперь их мечта воплотилась в жизнь. На приусадебном участке муж возвел все эти сооружения. Но не только ими красится огород семьи Нарицыных. В умелых руках супруга любая задумка становится реальностью. Так, например, для себя и своих инструментов он соорудил небольшой домик. Супруга решила не отставать. И для нее он тоже сделал такой домик, только с другим предназначением. Там чаевня. Вот, например, старая машина, корпус старой машины, бочка старая, ржавая. Все уже непригодно, да, такое это самое. И просто чугуны сделал он эти вот, эти самые, эти, как называют, крестики. Вот, покрасили. А еще у мужа Татьяны Алексеевны недавно появилось очень интересное и увлекательное хобби. На одной из стен бани он изготовил целую картину. Пробки собирали по всем друзьям и знакомым. А вот Светлана Васильевна до пенсии работала в совхозе зоотехником. И, выйдя на пенсию, решила полностью посвятить себя дому и оформлению приусадебного участка. Женщина посадила всевозможные цветы и деревья. Так, ничего такого особенного нет. Овощи, яблони, лилии очень красивые. Мне нравятся целые, говорят, да, у меня их будет. Еще на своем участке Светлана Васильевна обустроила пруд и интересно оформила сарай. И теперь там красуется целая семья медведей. У входа во двор есть отличная самодельная качель. Но некоторые из местных жителей занимаются и разведением скота. Держат коз и маленьких кроликов, которые также требуют немало ухода. В устье Алексеева есть и свое учебное заведение. Его посещает более ста школьников. По завершению учебного года там начался капитальный ремонт. В этом году запланированы работы по замену кровли на трех участках нашей школы. Это на участке начальной школы, плоская крыша, полностью разбирается и меняется, утепление. И сверху будет такой же вариант этой кровли. И на основном здании, на трехэтажной, это замена шиферной кровли на профиль железный. И также на третьем участке, это участок над актовым залом нашей школы. То же самое будет замена кровли шиферной. Значит, отремонтирована часть протечек, часть протечек. И то же самое будет профиль на этом участке здания. А чтобы ученикам было чем заняться в летний период, на базе школы организован лагерь по спортивному туризму, в который может попасть не только местная детвора, но и дети, приехавшие к бабушкам на каникулы. В программу техники пешеходного туризма входит как определение отдельных этапов, связанных в первую очередь с веревками, с перилами, с самостраховкой. В общем-то, такие этапы, как навесная переправа, параллельные веревки, которые вы сейчас видите. Ну и другие этапы, в общем-то. Глава поселения никогда не отстает от своих сельчан и во всем старается быть примером. Попробовать свои силы в спортивном туризме решили и мы. Честно сказать, занятие не из легких. Но под руководством опытного преподавателя с полосой препятствий под силу справится даже новичко. Вот такими веселыми и интересными, а самое главное, спортивными бывают сельские будни. С вами была я, Алена Белозерцева. Увидимся. До новых встреч. Продолжение следует...